Верных болельщиков, а уж тем более спортсменов, погоды не испугаешь. Практически штормовую прохладу на первомайском спуске набережной разогрели спортивные страсти. Заключительные матчи самарского этапа чемпионата России по пляжному футболу прошли на высоте, уверяют организаторы и участники соревнований. Самара вновь показала, что готовы принимать даже турниры самых высоких уровней. Действительно, мы с каждым годом повышаем свой уровень, уровень проведения, уровень организации этого мероприятия. Более, может, современные трибуны, более комфортные условия для гостей. К сожалению, погодные условия немножко нас подвели. Но, тем не менее, я считаю, те, кто действительно влюблен в футбол, те, кто болеет за нашу команду, он пришел и болел. Хороший футбол, интересная интрига у нас в чемпионате. И все, что касается спортивной составляющей, проходит очень здорово. И, в общем-то, все понравилось, как и всегда. В Самаре все очень здорово в плане пляжного футбола. В рамках Самарского этапа состоялся товарищеский матч между чиновниками Самарской администрации и Оргкомитетом турнира. В результате по-настоящему спортивной борьбы победила дружба. А вот самарские крылья советов по итогам соревнований на родной земле оказались на шестой строчке турнирной таблицы. Однако опускать руки однозначно рано, уверены руководители команды. Дальше Москва. В принципе, ничего не потеряно. У нас разница с первым местом 6 очков. В Москве 5 матчей, теоретически, это 15 очков. То есть шансы у нас... Да, теоретически есть. Тяжело, конечно, фактически будет тяжело. Это все прекрасные. Видите, молодые ребята, но не справляются они. Кстати, в ближайшие дни будет объявлен состав сборной России, который пригласят на тренировки перед московским этапом Евролиги. Кто попадет в заветный список, определялось в том числе и по итогам самарского этапа. Правда, войдут ли в состав национальные сборные футболисты из крыльев советов, пока держатся в секрете. Анастасия Зубарева, Максим Госев, Константин Головин. События.